Открытый турнир по боксу, посвященный Дню Защитника Отечества, прошел в Сергиевом Посаде впервые. Он собрал лучших боксеров Москвы и Подмосковья. В соревнованиях приняли участие более 25 спортсменов. Участники показали на рынке красивый бокс. Уровень подготовки каждого их достаточно высок, поэтому болельщикам было интересно наблюдать за поединками. В качестве организаторов турнира выступил фонд ветеранов бокса и администрация Сергиево-Посадского городского округа. Уровень кандидата в мастера спорта, мастера спорта России. Бои очень интересные, есть чему поучиться. Поэтому достаточно много зрителей. Жалко то, что боксеров у нас такого уровня на данный момент нет. Но наши многие могут подчеркнуть, многое могут подчеркнуть из этих боев, потому что бои очень хорошие. Почетными гостями открытого турнира по боксу, посвященного Дню Защитника Отечества, стали ветераны спецподразделения «Альфа» и бойцы Сергиево-Посадского ОМОНа. В нашем подразделении, я хочу сказать, и когда я служил, и сегодняшнее поколение, это прежде всего бойцы, молодые люди, сильные духом, телом и, конечно же, без спорта, в том числе и боксом, и другими единоборствами, наши офицеры занимаются и достигают больших результатов на всех уровнях, на которых они могут участвовать. Многие мечтают стать бойцом «Альфа», что уж скрывать. Что вы можете сказать им, что нужно для этого? Ну, самое главное, конечно же, нам будет приятно, что молодежь, которая сегодня подрастает и есть стремление стать защитником Отечества и влиться в ряды нашего подразделения, то, конечно же, мы это приветствуем. И я хотел бы им пожелать самое главное, чтобы они поддерживали себя на хорошем уровне, следили за здоровьем и, конечно же, очень хорошо дружили с спортом, шли в правильном направлении, выбирали свой путь. За почти вот уже четвертьвековую историю нашего отряда у нас уже были и мастера спорта, и кандидаты мастера спорта, как бы, все они к нам. И в настоящее время также приходят к нам на службу. Но как же вот попасть в отряд? Очень просто. Сначала надо начать себя, занять их спортом. Это первое. Ну, а второе, скажем уже, это достичь 18-летнего возраста, ослужить в армии и быть годным по состоянию здоровья. А вот остаться и продолжать там службу, да, достаточно непросто. Потому что, кроме занятий спортом, каждый боец и каждый сотрудник должен иметь, конечно, голову на плечах. Первый открытый турнир по боксу, посвященный Дню защитника Отечества в этом году, был однодневным. Но в будущем организаторы планируют сделать его более масштабным. Турнир будет более емким, хотя бы там два, может быть, три дня. Надеюсь, что и наши тоже будут. Да, и мы очень надеемся, что наши будут. Очень надеемся. Мы этого хотим. И как бы для этого фонд и эти турниры проводят, для того, чтобы популяризация была бокса в нашем районе. Мы также проводим, вот в этом году уже будем проводить 17-й турнир Григорьева. То есть, в общем-то, ну, ребята сюда ездят, им нравится ездить, тренерам тоже. В этом году на ринге встретились 13 пар. Победители определялись сразу после поединка. Сильнейшие увезли в родные города кубки и медали. Поздравляю вас всех с 23 февраля. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего. Татьяна Сташенко, Алексей Петров. День города.